Всем привет! И сегодня у нас съемка мадагаскарских тараканов. Очередной раз. Долгое время, несколько месяцев, наверное даже больше полгода, мне не удавалось добиться вот этого второго поколения тараканчиков, которых у меня почти 40 штук, 38 или 37, точно уже не помню. Поэтому долгое время не мог от них добиться, так сказать, третьего поколения приплода новых тараканчиков. Хотя и количество самок, и количество самцов вполне адекватное для того, чтобы разводить их. Сначала я грешил на то, что в контейнер, в который я их поместил, на видео, конечно, плохо видно, но я считал, что проделанных дырочек для вентиляции недостаточно, потому что часто видел, как самки тараканов, так сказать, свои яйца выбрасывают из панциря, и они просто становятся потом кормом для всех остальных тараканов. Поскольку вне, так сказать, материнского тараканевого чрева яйца высыхают и погибают, тараканчики не вылупляются. То есть вынашивающие молодых тараканчиков самки живородящие, яйца растут прямо в брюшке, внутри них. Сначала я пересадил часть самок и одного-двух самцов в предыдущий контейнер, в котором у меня, собственно, и завелось новое поколение, вот которое сейчас взрослые, потому что здесь достаточно широкая вентиляция. Эти прорези обеспечивают очень хороший доступ воздуха. И все бы ничего, потребовалось, опять же, много времени, но видим вот этих вот маленьких таракашек, которых мне сейчас придется собрать. Приплод удался, но оказалось еще страннее, потому что приплод в конечном счете появился и в этом лотке. Вот можно увидеть кучу мелких тараканчиков. На что я могу сделать вывод, что вентиляция в основном мало влияет на их плодовитость, возможно, дело в чем-то другом. Хотя я их кормил и тем же, чем и обычно. Корм подстилкой для сверчков, овсянкой, водой и, собственно, яблоками в качестве фруктов достаточно сочных. Рацион постоянный, поэтому мне было странно, что так долго не было приплода. И поэтому, да, я собираюсь в данный момент отделить маленьких тараканчиков от взрослых. Конечно, совсем молодые должны были пожить еще возле крупных своих собратьев. Но это чревато тем, что, вот, например, опять же, из этого контейнера молодые тараканчики начнут вылезать. Отверстия для них достаточно широкие, чтобы они прорезли и убежали на волю. Ну, опять же, это будет тогда, когда они немного подрастут. У меня такое случилось летом. И в течение последующих нескольких месяцев я наблюдал, искал этих тараканов. В какой момент они только не попадались мне на глаза. Но, тем не менее, московские квартиры не приспособлены для жизни мадагаскарских тараканов, поэтому рано или поздно они либо выползали и погибали где-то без пищи и в условиях достаточного холода, потому что вне садка я не могу их держать на теплом полу. Либо я успевал их откачать, подкинув к своим собратьям. В тепле, в садке с остальными тараканами они вполне себе откарливались, оживали и продолжали жить. Сейчас, конечно, я пожертвовал подрастающим лягушкам в качестве корма, когда был момент. Вот, кстати, такие маленькие тараканчики как раз подошли бы для лягушек в качестве корма, поскольку хитин их недостаточно прочный. Но сейчас меня ждет сложный процесс отделения маленьких тараканчиков от крупных и переселения их в отдельный контейнер, что я покажу чуть позже. До следующей части видео. И вторая часть видео о третьем поколении мадагаскарских тараканов. Чтобы собрать всех маленьких тараканчиков и отделить их от крупных ушло очень много времени. Буквально целый час ушел на это. Это гораздо больше, чем я рассчитывал. Но, тем не менее, результат достигнут. Все молодые тараканчики были собраны и помещены вот в такой вот пластиковый контейнер. Достаточно широкий и с очень маленькими вентиляционными отверстиями. Тем не менее, их достаточно, чтобы они тут нормально жили, не задыхались. И, как всегда, разместил им кучу корма. Овсянка, подстилка для сверчков из белкового корма и гомаруса, кусок свежего яблока и вот эти вот гелевые шарики, которыми рекомендуют кормить маленьких беспозвоночных. Как раз для тех случаев, если вот в такой вот небольшой посуде в пробке маленькие беспозвоночные, если пьют воду, то могут совершенно случайно утонуть. С тараканами бы так случилось. А шарики гелевые для них в данном случае абсолютно безопасны. Ну и теперь немного о главной теме. Как можно услышать, я немного хриплю и так далее. Голос мой изменился, дышу буквально через рот. и этому есть серьезное объяснение. Как человек от природы достаточно здоровый, без каких-то хронических заболеваний или аллергических реакций, вот только совершенно недавно, год назад, я узнал, что такое настоящая аллергия. До этого контакты с собаками, крысами, лягушками, ящерицами и так далее, с гусеницами, различными насекомыми не вызывали никаких проблем. Однако проблему вызвали мадагаскарские тараканы. Да, тараканы, как и многие насекомые, переносчики аллергенов. И работая с ними, особенно с крупным их количеством, я в полной мере ощутил, что такое аллергия. Что такое аллергическая реакция на раздражители. Не знаю, что это усики, какие-то мельчайшие частички пыли, которые застревают у них на лапках и так далее. Но факт остается фактом. Каждый раз, когда я начинаю работать с мадагаскарскими тараканами, то есть чистить их садок, пересаживать их, у меня начинают течь сопли, я начинаю чихать, кашлять и так далее. Не все это остается достаточно длительное время. Более подробно покажу тараканчиков. Они забиваются в самые узкие места, в основном туда, где меньше всего света и наиболее узко. То есть они будут забиваться даже в складки вот этих вот салфеток. Их очень трудно будет потом оттуда вытащить при очередной чистке. Собственно, поскольку тараканов становится больше, аллергическая реакция развивается, я все-таки принял решение, что дальше разводить тараканов не буду. Но разве что в крайне узкой популяции не больше 5-7 штук, сколько-то самых, на сколько самцов, чтобы приплод мелких потом скармливать лягушкам либо же капскому варану. Потому что каждый раз переносить последствия аллергии вряд ли кому-то это понравится. Вряд ли кто-то, у кого будут возникать такие реакции, будет готов работать с тараканчиками на постоянной основе. И так я уже в течение года испытываю эти проблемы и с большим количеством тараканов реакция только усиливается. Поэтому рано или поздно тараканчиков я либо скормлю, либо раздам всем желающим. Опять же, учтите, что у вас также может возникнуть аллергия на тараканов, поэтому любые изменения в своем организме проверяйте. Проверяйте, на что новые у вас изменения в организме. на такое вот не очень радостное видео. Сам приплод это радость, а аллергической реакции совершенно нет. Поэтому нужно чем-то жертвовать. Соответственно, жертвовать здоровьем ради мадагаскарских тараканов я не готов. Поэтому будем постепенно прощаться с ними. И они станут место объекта разведения просто очередным видом корма. Ну что ж, вот вам мое послание, так сказать, мое сообщение. Думайте сами заводить тараканчиков или нет, разводить их или нет. Да, они милые, но они могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому думайте, прежде чем заводить любое животное. Даже не только тараканов, а вообще любое. Потому что у каждого человека реакция организма будет своя. До новых встреч, друзья. Берегите свое здоровье. Ну и здоровье своих питомцев. Пока. Редактор субтитров